Мир Гарри Поттера может показаться чудесным местом, наполненным магией, сливочным пивом и шоколадными лягушками. Но кроме них в истории есть ещё и довольно тёмные и запутанные вещи. Серия поначалу была ориентирована на детей, но быстро избавилась от любых возрастных ограничений, чем околдовала целые поколения, отчасти благодаря некоторым очень взрослым элементам, от наводящих на размышления имен до приводящего в бешенство выбора персонажей. Вот некоторые аспекты фильмов о Гарри Поттере, которые обретают совершенно новое значение в глазах взрослой аудитории. Дамблдор отлично справляется с тем, чтобы выдавать себя за доброго, доброжелательного отца для Гарри и остальных учеников. Но если внимательно присмотреться на его действия, то легко заметить, что он довольно холодный человек, который сознательно отправляет детей в беду ради нечёткого пророчества. И его готовность бросить Гарри на растерзание, иногда даже буквально, является лишь частью тревожной тенденции всей серии, демонстрирующей, как взрослые проявляют небрежность или даже оскорбляют этих детей. Хагрид регулярно помогает главной троице радостно скакать навстречу опасности. В школе полно сумасшедших, да и сами родители довольно паршивые. Как ещё можно объяснить, что предки Гермионы, которые были маглами, позволили своему 11-летнему ребенку пробежать сквозь стену и запрыгнуть в поезд, которого они даже не видели? Или почему никто не удосужился проведать маленького Гарри Поттера в течение 10 лет после того, как его подбросили на пороги дяди и тети, которые, как всем известно, ужасны? Хорошего всем взросления! В серии о Гарри Поттере содержится множество псевдополитических комментариев. Геллерт Гриндевальд пытается поработить маглов посредством глобальной волшебной войны, которая неслучайно бушует одновременно с реальными событиями Второй мировой войны. Волан-де-Морт и его пожиратели смерти борются за генетическое превосходство над полукровками и маглами, словно те одни из самых страшных злодеев в истории. Но, возможно, самым тревожным аспектом этих историй является то, что Министерство магии ничего не сдерживает, и оно угнетает определенные классы волшебников. У них тоталитарный подход к правосудию, в их распоряжении безграничные варианты наблюдения и армия высасывающих души дементоров, жестоко расправляющихся с заключенными. Они также распоряжаются всеми деньгами и иногда несправедливо распределяют активы между разными семьями. Это четко показывает, что даже в лучшем случае волшебный мир сложно назвать по-настоящему свободным. Домовые эльфы – яркий тому пример. Это вызывает смех у многих читателей, но то, как Джоан Роулинг пишет о Дадли Дурсле в самых ранних частях серии о Гарри Поттере, вызывает беспокойство. И пускай у нее есть из чего выбрать, когда она пишет об избалованном двоюродном брате Гарри, она уделяет много внимания тому факту, что он полный, или, как она пишет, размером с молодого кита-косатки. Описание поросячьих глаз Дадли и его сходство с поросенком в парике в ретроспективе читаются как особо жестокие и ненужные, даже несмотря на то, что Роулинг настаивала на том, что она против фэтшейминга. Книги о Гарри Поттере, может, и предназначены для детей, но некоторые части относятся к разделу с ограниченным доступом. Например, есть заклинание Энгоргио, содержащее в себе слово Оргия, что является неудачным примером наименования Роулинг. И, вероятно, оно является единственным объяснением того, как отец Хагрида развлекался с великаншей. Кроме того, заметен факт того, что у всех этих учеников-подростков совершенно нет никакого сексуального воспитания. Кое-кто мог легко посчитать, что родители Нимфодоры Тонгс зачали её в подростковом возрасте. Сама Роулинг сказала, что не собиралась поощрять подростковую беременность в этой истории, но благодаря грязной пасхалке на карте мародеров из фильма Узника с Кабана мы знаем, что Хогвартс может быть горячим местечком с отсутствием надлежащей подготовки к безопасному сексу. Какой бы творческой и дотошной при создании вселенной Гарри Поттера ни была Роулинг, есть некоторые моменты истории, которые задним числом становятся довольно разочаровывающими. Например, у Снэйпа есть дар Лиги Леменности, но он не удосуживается использовать его, чтобы понять, что Барти Крауч-младший пьет оборотное зелье, чтобы замаскироваться под грозного глаза Грюма в Кубке Огня. А ведь это вообще-то важно. А маховик времени Гермионы в буквальном смысле является устройством для путешествий во времени. Его можно было бы использовать для гораздо более важных вещей, чем перегружать её школьный график и спасать животное от казни. Гарри мог бы использовать зелья удачи, которые он получил в Принце полукровки, чтобы победить Волан де Морта. А навыки анимагии Минервы Макгонакл дали бы ей преимущество в подрыве власти Долорес Амбридж, которая, казалось бы, так любит кошек. Вместо этого все эти элементы просто появляются и исчезают, как простые предметы мебели, несмотря на тот факт, что идёт полномасштабная война. И давайте не будем забывать, как неосмотрительно Дамблдор дарит Гарри один из трёх священных даров смерти – плащ-невидимку, задолго до того, как Гарри осознал его истинную ценность. Поклонники Гарри Поттера могут сочувствовать Плакси Миртл, ведь она, очевидно, чувствительный человек, который не заслуживал смерти от взгляда Василиска в таком юном возрасте. Но это не оправдывает её посмертных извращений. В Кубке огня у неё есть привычка подкрадываться к мальчикам в ванной и шпионить за ними без их разрешения. Дом Пуффин-Дуй мог похвастаться одними из самых приятных и безмятежных учеников Хогвартса, и, возможно, у их расслабленного поведения были причины. Мало того, что название их дома звучит так, словно одобряет, что ученики дуют, так пуффин-дуйцы нередко преуспевали в гербологии, любили смеяться и жили прямо на кухне. С течением обстоятельств? В Узники Аскобана, хнычущего приятеля темного властелина Питера Петтигрю, в конце концов, замечают живым и здоровым на карте мародеров, которую хранили Фред и Джордж Уизли. В конечном итоге обнаруживается, что он был замаскирован под домашнюю крысу Рона. Но если он всё это время был виден на карте, и близнецы Уизли имели к ней свободный доступ, и теоретически время от времени проверяли своего младшего брата, они должны были бы знать, что каждую ночь в его комнате появляется неожиданная компания. Походу, они просто игнорировали это. Даже магические способности не нужны, чтобы понять, что это довольно странно. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok